Меня зовут Александр Зубрий, я представляю проект, который называется Trusted Shops. Вообще эта лекция должна была быть прочитана моим коллегой Артемом Рудько, руководителем проекта, но так как у него небольшие проблемы с голосом, то буду сегодня выступать я, а он мне будет помогать отвечать на вопросы. Итак, наше выступление называется «Какие проблемы интернет-магазина не может решить платформа e-commerce?». Магазин рожден. Что его ждет дальше? В принципе ситуация на рынке интернет-торговли Украины складывалась неплохо, по крайней мере в 2013 году. Был достаточно стабильный рост, порядка 10 тысяч интернет-магазинов существовало к концу года, общий оборот составил порядка 1,7 миллиарда долларов и средние годовые затраты одного покупателя составляли 714 долларов. Все неплохо, все было классно, вроде бы все прекрасно. Если говорить в общем, то показатели рынка хорошие и количество интернет-магазинов вроде бы должно было бы увеличиваться. Естественно, немножко революция попортила, так сказать, эти показатели и естественно сейчас немножко спад, но, как говорят экономисты, все равно к концу года ожидается улучшение и люди будут вкладывать деньги. Благодаря тому, что рынок развивается, владельцы интернет-магазинов вкладывают деньги все больше в развитие сервиса. Все больше, скажем так, применяется хороших качественных платформ для интернет-магазинов, привлекаются сторонние аутсорцеры, которые дают неплохой сервис по логистике, по контакт-центрам, по скам-копирайтингу и самому продвижению. Все хорошо. Но, скажем так, рост рынка и средние оптимистические показатели не говорят, в общем, что все магазины будут успешны. Некоторые немножечко болеют. И трудности, которые испытывают магазины, не связаны с платформой e-commerce, которая применяется. Платформы очень неплохие. С чем же связаны проблемы у интернет-магазинов? В основном с нехваткой информации о поведении потребителей, о обслуживании. Ритейлеры не оценивают уровень юзабилити сайтов, то есть не проверяют, насколько сайт удобен для потребителя, не всегда отслеживают качество работы логистических подрядчиков, не имеют объективных данных о работе кал-центров, не знают о проблемах приема платежей и не имеют данных о решениях своих менеджеров, которые принимаются в кризисных ситуациях. Почему так? В общем-то, все мы живем, скажем так, в собственных стереотипах. И когда владелец магазина или управляющий уверен, что все хорошо, он перестает замечать детали. Глаз как будто замыливается. Пример один. Причем реальные примеры из жизни. Значит, в доставке одного из продуктов были обнаружены следующие проблемы. При оформлении заказа через сайт не был человек, заказчик проинформировал, что доставка платная. Звонок из кал-центра последовал после 21.00, когда человек не был готов к приему, и была предложена доставка через 4 дня после оформления заказа, на что человек точно так же не рассчитывал. Пример второй. Не был получен звонок для подтверждения заказа и службы поддержки, хотя в e-mail сообщении утверждалось, что будет, собственно, этот звонок. В личном кабинете клиента не отображался статус заказа, нельзя было проверить движение заказа по ходу, так сказать, доставки. Не поступило e-mail сообщений с информацией о том, что товар уже доступен в пункте отгрузки и можно его забирать. То есть была просрочка в получении у клиента, который мог бы уже заплатить деньги, но не знал, что их можно уже платить. И в чеке отсутствовала информация о том, какой товар был приобретен. Естественно, потребитель спросил, а смогу ли я вернуть и не будет ли у меня проблем. На этот вопрос курьер не смог ответить. Пример третий. При доставке одного из товаров отсутствовали e-mail, e-mail сообщения о заказе. При доставке, вернее, при оформлении заказа происходила автоматическая регистрация, на которую клиент не был готов, и эта часть потребителей раздражала. Доставка была произведена в неоговоренное время, то есть выпала за рамки того времени ожидания, на которое рассчитывал клиент. Онлайн-чат на сайте не функционировал, хотя был заявлен, и были все функциональные возможности, которые можно было воспользоваться. Упаковка доставленного товара выглядела непрезентабельно, и присутствовали царапины, которые могли вызвать подозрение, что этот товар или уже был в руках у кого-то из потребителей, или, может быть, он уже завалялся на складе, и этот товар не является самым качественным. И следующее. У сотрудника курьерской службы отсутствовала сдача. То есть, в принципе, возможно, она и была в кармане, но сотрудник рассчитывал на чаевые, и деньги, скажем так, не отдавал. В результате, скажем, таких действий магазина оценка покупателей может быть негативной, и магазин не приобретет, самое главное, повторных покупателей. То есть повторные покупки не будут совершаться, а именно они приносят нам самые большие деньги. На первичные покупки мы тратим достаточно много денег на рекламу, на привлечение, на убеждения потребителей, а потом уже эти деньги собираем с повторных покупателей.